Мне хулиганить по телефону надоело, не знаю, лет в 12, но вот у человека интеллект остановился, как бы в развитии, точнее, он остановился в 12-летнем возрасте, очевидно, и поэтому как бы хулиганит по телефону, пытается подвести это под какую-то интеллектуальную основу, якобы, если ты хулиганишь по телефону, но при этом троллишь и говоришь медленно, подбирая умные слова, то ты от этого становишься не телефонным хулиганом, а великим охуенным троллем и философом, но на самом деле он просто жирный долбоёб, как бы, да. К тому же хохол, поэтому если тебе нравится пранкота, то тебе, наверное, ну, я не знаю, ну я не верю, что есть человек, который старше 20, который серьёзно относится к пранкоте, это надо быть вообще просто таким ебанутым, блять, тупым человеком, что я даже не знаю, ну, просто не знаю, у меня, я так только руками могу развести, воздать и к луне их вознести, как бы, я не знаю, серьёзно. Я не понимаю, где буква L стоит на карте. Ладно, поехали в Чуполору. Каким образом в наше время, в нашей стране можно раскрутиться, как музыкант, но тут, как бы, зависит от того, какую музыку ты делаешь. Если ты делаешь попсу, то я думаю, что тебе надо ходить в модные клубы, искать там какого-нибудь продюсера и потом предложить ему своё очко. Если ты играешь какой-то рок или ещё что-то, ты нахуй никому не нужен, но ты можешь ходить по дерьмовым клубам, или, там, через знакомых найти какую-нибудь, какого-нибудь промоутера, который тебе устроит несколько выступлений для... В составе концерта сначала с другими группами, потом, если на вас хотя бы 10 человек будет ходить, может быть, вам и сольник дадут сыграть в каком-нибудь говёном клубе, типа Табулы Расы старой. Вот, но я просто не знаю, нахер тебе это надо, лучше забей, займись чем-то полезным в Макдональдс устройстве. Lucky in Love называется миссия, что-то с любовными интересами связанное, может быть, это та тёлка, которую мы освобождали в прошлый раз. Ну, я думаю, что пока все и так понимают, о чём разговор. Говорит, всё хорошо у меня, вот этот дедуля, тем более, женат моя сдохла, но не везёт в любви, повезёт в картах. Вот. Сейчас я пытаюсь просто понять. О чём речь? Ну, в общем, мне предлагают присоединиться в покер, поиграть. Я уже играл в этой игре в покер, но здесь, видимо, мне теперь обязательно надо будет сыграть, либо выиграть, либо я даже не знаю. Посмотрим, посмотрим. Пока почитаю вопросик. Что думаешь о YouTube-стриминге? Вроде как постепенно латают, уже и задержка там не такая большая. Я не понимаю, зачем стримить на YouTube, чувак, вообще я не понимаю. Суперудобный сервис Twitch. С отличной техподдержкой, с отличными возможностями. Зачем нужен YouTube-стриминг? Ну что ж, 10-7 и одномастные. Я просто не очень понимаю, в чём идея этой миссии. Мне обязательно надо выиграть, что ли? Ну окей, я заколирую. А, насчет вольного, что думаешь об электронках? Сейчас, секунду. Счетом лежит 9 валет. То есть у меня это восьмерки не хватает. Ну окей. Давайте поставим немножечко. Все сбросили, так что нормальный случай, что у нас этот гадшот был или какого. Что думаешь об электронках? Я думаю, что людям пора признаться, которые курят это дерьмо, что они просто хотят взять член себе в рот и не могут... Стесняются, потому что переходить с сигарет на электронки, с сигарет на сигары, на самокрутки, на кальяны, на трубки. Пытаюсь оправдать это тем, что они хотят бросить, но это тупо. Если ты хочешь бросить, то просто не кури ничего. А если тебе нравится просто держать во рту какую-то елду и понтоваться эти, посмотрите, какая у меня охуенная электронка, там типа. Там же куча моделей всяких пиздатых там. Ну я не знаю, это понты какие-то дешевые для хипстеров, ну бред. Поэтому как бы, ну вот долбоеб вольнов курит долбоебские электронки, что еще тут можно сказать. Вполне в стиле его образа. С ведущих, ну не знаю, может Маргоша подтянется. В общем, мне понравилось ребятам, что я два раза набалифовал. Есть ли смысл в такой профессии, как психолог в России? Не знаю. У нас все-таки очень стремно относятся к психологам. Считают их шарлатанами и все такое. Так что ничего не могу определенного сказать, к сожалению, братан. Лично я бы не стал учиться ни слова. Запеканочник, спасибо за подпуск, братан. В настоящем детективе 2 была фраза, это как отсасывать у робота. Ну, это слишком тупое сравнение даже, то что люди хотят себе член или, я не знаю, запихнуть в рот, или там, член робота, или еще что-то, или фалоимитатор. Но это слишком избито даже, потому что, ну я просто не знаю, я не вижу. Не вижу ни одного повода вообще этой херней заниматься. О, дуэль, дуэль. Наконец-то мы поймем, как дуэлиться, потому что здесь у меня бесконечное количество... Я не хотел скипать в туториал! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, сейчас вы мне в чате будете объяснять, в чем, как бы, смысл этой дуэли. Ну не знаю, яйца я ему отстрелил, но... Не особо я понял, как это произошло. Впрочем, ладно, нечего было в картишки играть. Теперь лежи без яички. Короче, я не знаю, что заставляет людей курить. Электронные сигареты, кальяны и так далее. Если вы хотите расслабиться, купите уже, в конце концов, травки какой-нибудь. Только богом прошу, натуральные, хорошие, проверенных людей и, не знаю, надеюсь, меня не посадят за пропаганду наркотиков. Просто, я не знаю, долбаните косячок и от этого хоть какой-то эффект будет. А дым гонять пустой, это глупо очень, как говорил великий человек один. Самокрутки норм темы, перешел сигарет на них дешевле, качественнее, приятнее, чем сидит. Ну, а ты не пробовал, просто не курить. Учишь ли ты английский, если да, то каким способом? English First. Школа Илона Давыдовой. Это моя мама, поэтому мне очень легко. Учиться можешь погуглить. Но я пока еще не выучил. У меня лень не позволяет выучить иностранный язык. Отличное укрытие, просто 10 из 10. Стреляй, как Рыбаков, через юбку. Хотел, хотел. Блин, какой же уморительный этот ролик про Рыбакопа, который яйца отстреливает. Это просто, наверное, самое смешное, что я видел в интернете за последние лет 5. И качественно снятое в плане пародии. Кто не видел, обязательно посмотрите, просто пушка, на мой взгляд. Еще раз извиняюсь, что я сегодня особо веселый. Просто настроения с самого утра вообще никакого нет. Не знаю, что такое со мной. Но обещаю, что завтра исправлюсь. Но если хотите со мной сегодня с таким унылом посидеть, то никто вам не запрещает этого делать. Оставайтесь. Я рад всем вам. Особенно если учесть, что сегодня есть такой приятный фильтр зрителей, как какой-то говеный турнир по CS GO. Прости, прости, я случайно. Я просто хотел на Кадык посмотреть. Постарел ли я? Нет. Мне по-прежнему 17. Работает ли мужик на донатах? Нет, он работает только в паузах. Когда будет пауза, мужик зачитает все донаты, которые были. Насколько я понял, это так работает. Ну, либо надо сдонатить во время паузы. Обычные донаты, обычные. Я даже телку отключил. Меня просто очень сбивает мужик на донатах. То есть он ужасен. Когда ты играешь в какую-то игру, он так заябывает, что... Для каких-нибудь стримов по доте, наверное, самое оно... Для меня это не то. Рассказывает про свою банду. По поводу того, как его бросили умирать, и потом свалили. Типа он как бы кинул их, а не его. Во время ограбления все это произошло. Ну и теперь, соответственно, он пытается их найти, но это мы и так знаем. Насколько я понимаю, пока он этого не сделает. Ему не отдадут родственников. Но это кто не знает, о чем игра. И вот мы делаем всякие задания. Гарри Пух, спасибо за подписку. Или Гарри Пух, не знаю. Помнишь ли ты... Помнишь, что ты про японку Мику рассказывал? Её парень, мой бывший школьный учитель информатики. Я вчера его узнал. Ну, молодец. Что ж. Я бы тоже не отказался японочку узкой очко трахать. И снимать с ней дерьмовые ролики. Ну, если честно, то никакого вообще образовательного эффекта эти ролики не несут. Ну, то есть японка Мика, она очень дерьмово рассказывает о своих впечатлениях от России. И в основном можно, я думаю, любую вообще таджичку, бурятку и кого угодно взять. И она примерно то же самое будет говорить. Вот. Поэтому это скорее выглядит так, как будто твой учитель информатики хвалится. Смотрите, у меня японская тянь. Собственно, большинство комментариев и под видео в том плане, что... О, чувак, тебе повезло, у тебя японская тянь. Я думаю, что на самом деле, как бы, нетрудно, наверное, замутить какой-нибудь тянь, который... Какой-нибудь жопу ее вытянуть, да, какой-нибудь... Ну, я не знаю, в Японии есть ли бедные города там и так далее. Но я думаю, что можно намутить просто с держанкой сделать, да, как на Анастасию Филиппову, как это... Я когда первый раз этот ролик про Рыбаков увидел, офигел, думал, неужели была серия, где Рыбаков так поступил. Но я писал, что это, типа, режиссерская версия первого Рыбаков. Ну, яйца-то он отстреливает в первой части, да, но здесь это просто так уморительно. Как он еще в машину садится после этого, черт, я так от этого момента уссался, я еще под кайфом был как первый раз, но... Когда увидел эпизод 27 из переделанного Рыбакопа, я посмотрел остальное, там не изготовляющее... Нет, весь полнометражный фильм говно. Кто не знает, это часть просто фанатского фильма, который сделан в протест против ремейка Рыбакопа, вот этот дерьмовый ремейк, да, с черным Рыбакопом, но там больше ничего смешного нет. Будешь еще звать туса Кастерша из Крыма, который соглашался со всем, что ты говорил? Ну, если честно, я не... Ну, то есть, когда Вова Золотой купил у меня два или три эфира для своего радио, тогда было его радио, он сказал, что у него есть просто замечательная соведущая, просто типа... Налюбоваться не может какая-то талантливая и веселая и все такое, вот, но что-то, по-моему, она не очень была как соведущая, если честно. Может, мы просто не подошли друг к другу, я не хочу обсуждать ее качество RG, там, ну, это были, блядь... Может, ей просто я не нравлюсь, то есть, я не знаю, чисто может...